За последние годы государственное финансирование школ по интересам было значительно урезано, но, как всегда, столица пришла на помощь. Сталин расширил взятые на себя обязательства. Если два года назад город поддерживал 23 частных школы по интересам, в которых занимались в общей сложности 4 182 ученика, то в прошлом году субсидии получали уже 30 школ, в которых занимались 6 600 человек. А вот на этот год, с учетом государственной экономии на детях, в Таллине принято еще более масштабное решение. Пособие для частных школ по интересам будет увеличено на 50%. В бюджете на 2023 год на эти цели выделено 300 тысяч евро вместо прежних 200 тысяч. К тому же будет расширен круг дюнных таллинцев, кого коснется и решение. Ведь в будущем о пособии смогут походательствовать также те учреждения, в которых занимается поменьше ребят от 85 до 99. Ранее пособие выплачивалось только тем частым школам по интересам, в которых учатся не менее 100 ребят, которые зарегистрированы в качестве жителей столицы. Также расширен список статей расходов, на которые могут расходоваться субсидии. Если до сих пор это были зарплаты учителей и покупка инвентаря, например, ни на что другое эти деньги идти не могли, то теперь также в этом списке и так называемые хозяйственные расходы. Я думаю, что в нынешних условиях, когда цены на электричество, на газ, на остальные услуги растут очень быстро для частных школ по интересам, это достаточно важное изменение. Изменение порядка субсидирования частных школ по интересам должно утвердить Таллиннское городское собрание, что с учетом расклада сил в нем, очевидно, произойдет, да и хочется верить, что никто из народных избранников не станет экономить на детях. А вот после этого постановление вступит в силу, но уже задним числом, то есть с начала этого года. Ощутимо сразу на 50%, Таллинн решил повысить и субсидирование детского питания в дошкольных учебных заведениях. Мы надеемся, что это поможет во многих детских садах сохранить питание бесплатным. Возможно, в каких-то детских садах родители должны будут доплачивать какие-то незначительные суммы, но в любом случае это, конечно же, облегчит жизнь и детским садам самим, и родителям, которым, я думаю, в нынешней ситуации не нужны дополнительные финансовые обязательства, на которые они явно не рассчитывали. Повышение коснулось и школьных обедов. Городское субсидирование было увеличено совсем недавно, в начале учебного года, и вот теперь очередное, еще более значительное повышение. В условиях, когда государство оставило местное самоуправление один на один с проблемой значительного удорожания продуктов питания, Таллинн делает все, чтобы сохранить обеды в столичных школах бесплатными. И еще раз напомним школам по интересам, что они могут оформить соответствующие ходательства до 10 февраля. Время еще есть, но его не так много. Александр Сухерман, Андрес Лайга, Новости Таллина.